Одни ждут ремонта дороги, другие новые клубы. Хотя глава республики Михаил Игнатьев регулярно проводит прием граждан, вопросы не кончаются. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Талина Филиппова, председатель научебоксарского ТОСа. На прием главе региона активистку делегировали жители домов. Вот у нас проблема у Юраковского микрорайона. У нас отняли остановку после ремонта. Вот так. До ремонта вот этого кольца была остановка. Вот последняя, самая остановка называется школа номер 19. Это последняя остановка с Новочебоксарска. Вот эта остановка, вот там общественный транспорт не останавливается, проезжают мимо. А когда со стороны Чебоксара въезжаешь в Новочебоксарск, вот эта остановка, она есть. А со стороны Новочебоксарска нет. Теперь, чтобы отправиться в сторону Чебоксара, людям приходится преодолевать лишние 300 метров, хотя раньше остановка была под боком. Проблему горожан получится решить очень скоро. Аукцион на обустройство кармана для общественного транспорта объявят в мае. И мы вместе с вами будем разрешать этот вопрос. Во благо жителей данных Новоквартирных жилых домов по улице Советская. Касаясь уже качества работ, касаясь где на самом деле должно быть, потому что там определенные проекты, документации все равно должны быть. Вот вы, как председатель ТОЗ, тоже инициативу проявляйте свою. И максимально надо учесть пожелания жителей Новоквартирных домов. По просьбе Николая Нурсова в селе Батрево до конца этого года благоустроит футбольное поле. А в Шимуршинском районе отремонтируют автомобильную дорогу до деревни Алтышево. Пенсионерке Вере Чурбановой глава республики пообещал, что ремонт полотна начнется весной. Предоспределение средств уже частично учтено по теме капитального ремонта данной дороги. Как он у нас называется, Шимуша, Сойгина, Алтышево, да? И автодорога Аниш. Всю протяженность мы не сможем в этом году сделать. И на 2018 год тоже предусматривается продолжение капитального ремонта этой дороги. По-другому говоря, вот за два года мы начатую работу в 2015 году, и частично только смогли сделать в 2016 году, мы должны завершить. В этот раз главе республики обратились четыре человека. Их просьбы взяты на контроль. Здесь нам остается только найти возможности и скорректировать принятые уже утвержденные программы, параметры бюджета. И мы, как всегда поступали, с учетом мнения большинства населения, находили инструменты, находили бюджетные средства и выполняли свои данные обещания. Так оно было, так оно и будет. Ответив на вопросы, Михаил Игнатьев решил проинспектировать, как ведется прием граждан в Чебоксарском многофункциональном центре. Сколько в день примерно в среднем обслуживаете людей? 14-15. В среднем, да? Всегда по-разному. Это нормально? Нормативы тогда, когда каждого? Норматив на обслуживание сейчас не существует. Только ожидали. Очень удобно, приятно. Спасибо, успехов. Больших очередей в коридорах центра почти не возникает, но новые окна продолжат открываться и дальше. Глава республики отметил, что посетители МФЦ должны получать госуслуги оперативно. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика. До 72-й годовщины Великой Победы остается чуть больше месяца о подготовке и концепции праздника, говорили участники оргкомитета в Доме правительства. Бессмертный полк, вальс Победы, парад на Красной площади, акция, Георгиевская ленточка. Жители республики ждут традиционные мероприятия, основные из которых состоятся 8 и 9 мая в Чебоксарах. На сегодняшний день у нас сформирована концепция по оформлению города, Дню Победы. В этом году она будет проходить под девизом «Память народа». Сегодня в республике проживает 18,5 тысяч ветеранов войны. В этом году продолжается программа по улучшению жилищных условий. Сумма сертификата на приобретение жилья составляет 1 миллион 137 тысяч рублей. Постоянно на 1 марта у нас в списках нуждающихся в районах и городах остается еще 102 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. В том числе три гражданина, непосредственных участников. В текущем году у нас из федерального бюджета выделен лимит средств в объеме более 99 миллионов рублей, за счет которых будет оказана государственная поддержка порядка 87 ветеранам Великой Отечественной войны. На заседании также обсудили вопросы о оказании медицинской помощи ветеранам войны. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.